Здравствуйте, друзья! Сегодня 6 сентября 2019 год. У побережья США бушует ураган Дориан уже в течение нескольких дней. И вот открыв карту ветров, пронаблюдали очень интересную картину, которую хотелось бы поделиться. Интересно, что данный ураган не зашел на территорию континента США, а прошелся вдоль побережья по океану. И вот на карте можно видеть скорость ветра в зависимости от координат. И видно, что на побережье максимальная скорость ветра составляет до 70 км в час и заходит буквально немного относительно, немного на континент. При этом сегодня наблюдалась максимальная скорость ветра до 110 км в час. И она локализована в виде полумесяца рожками вверх в океане. То есть напоминает знак Аллат. И если так посмотреть в целом, то напоминает знак Аллатра. То есть полумесяц рожками вверх знак Аллат и окружность в целом знак Аллатра. И вот интересно, что именно локализованная максимальная скорость ветра, она находится в океане, где нет островов, нет обитаемых мест, городов. И таким образом ураган приносит относительно минимальные разрушения, чем было бы, если бы он зашёл на континент. И если сопоставить эту информацию с передачей, которая вышла недавно на Аллатра ТВ с участием Игоря Михайловича Данилова, передачи «Шанс на грани», в которой озвучивалась информация об искусственном сдерживании катаклизмов и о том, что наблюдается то, что катаклизмы, которые должны были бы причинить очень большой человеческий урон человеческим жизням, он минимизируется, максимально возможно минимизируется. И таким образом очень много людей, просто до них не доходит та стихия, которая могла бы дойти, благодаря определённым силам, которые есть. И вот сегодня, днём наблюдая вот эту картину, которую мы видим сейчас на карте, скорость ветра очень сильно напоминает знак Аллатра. И с чётко выделенными границами, видите, здесь даже вот контур виден. И вот настолько тут понимание, насколько важно вот то время, в котором мы живём, максимально использовать, максимально для того, чтобы объединиться всем обществом, всем вместе и пережить грядущее. Потому что понимание приходит, что любые катаклизмы мы можем пережить и только вместе, и решить совместно любые вопросы. Вот смотрите передачу «Шанс на грани». Она раскрывает гораздо больше, больше пласт информации касательно происходящего на планете и путей решения, путей выхода из сегодняшней ситуации. И самое главное, что выход есть. Он лежит именно в объединении людей на основе духовно-нравственных ценностей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.